30 апреля 2017 года. Сегодня проведем испытание прицела в Омс. Пилат 3,5. А также постреляем пулями Контарева. Скажи-ка пару слов, почему твой выбор остается на этом прицеле? Ну, потому что он очень легкий, компактный. Кратность 3,5. Я считаю, это более чем достаточно для стрельбы с гладкоствола на расстояние до 100 метров. Поскольку он тебе обошелся и где приобрел? Приобрел я его у производителя. Дошел он почтой за 8 дней. Упакован был очень хорошо. Вместе с доставкой и кольцами под вивер. Прицел мне обошелся ровно в 6 тысяч рублей. Я так понял, что у тебя были какие-то проблемы с установкой, правильно, на планку? Как вообще пришла притирка, скажем так, самой планкой колец? Пришлось немножечко подсмазать все это дело баллистолом. Кольца тугие, не раздроченные, в общем. Но в целом я их натянул на планку. Но главное, чтобы теперь вся эта фигня не отлетела. Понятно. Ну что ж, опробуем прицел на вепре. Стрелять будем сошек. Сначала у нас пойдут пристрелочные пули Лимон. Сейчас мы, наверное, накрутим удлинитель на ствол цилиндрический. Потому что данный ствол 430 мм, он коротковат для стрельбы пулей. Ну вот такой вот у нас итоговый вид получился. Удлинитель, по-моему, 240 мм, если я не ошибаюсь. То есть 430 плюс 240 получается уже 670 мм. Но это уже довольно много, можно сказать. Не коротыш. Мишень для начала установим на расстоянии 35 метров. Чтобы понять, куда вообще летят пули с использованием прицела. Как-то откорректировать. Вот такой полигон. Весенний день. К счастью, достаточно погожий, если можно считать низкую облачность, погожим днем. Но для нас, жителей Ленинградской области, такой день за праздник на самом деле. Все последние дни, а это дни сезона на утку, вьет дождь, снег, все вперемешку. Поэтому даже такие условия для нас очень неплохи. Такая вот у нас самодельная мишень. Подраздолбали мы ее за прошлый сезон. Но весь щит заменен, боковые стойки заменены. В общем, можно использовать дальше. Очень удобно собирается, разбирается. Буквально за 2 минуты переносится одним человеком без проблем. Так, сначала попробуем пострелять пулями Лимон на Сунаре 42. Вот синие гильзы у нас Сунар 42, прозрачные гильзы Сунар 35. Все пули закрыты звездой, патроны точнее. Что это? Закончил 2 стрелка сделали по 3 выстрела Один из патронов У нас обоих не перезарядился Вот что получилось Конечно, довольно странный результат Это говорит о том, что нам Нужно сделать поправку Очевидную вниз Надо мишень дальше нести И перестреливаться в нормальное расстояние В целом мы видим Остре Как называется? В общем, острие у нас находится Прямо в центре, в десяточку Все пули идут на 15 сантиметров выше Пуша для Лимана Нормальная совершенно Ну да, пуля это не высокоточная Такая вабахинговая чисто И на самом деле для 35 метров Это для нее не самый худший результат Это у нас, повторюсь, Сунар 42 Все идет Сейчас давай попробуем на 35 Ради интереса просто С того же расстояния Для чистоты эксперимента Посмотрим, что получится Да нет, нет Это оде sяк Место Заставлен Эк Место Я люблю Ну вот что у нас получилось с 35 метров первоначальное испытание прицела с пулей Лиман. В принципе, на таком расстоянии, что на 35-м Сунаре, что на 42-м полетело все абсолютно одинаково. Вот это попадание было раньше, на него не смотрите. Чисто вот эта куча вся, если можно назвать кучей. Значит, синенький это 42-й Сунар, черный 35-й. На этом, наверное, можно закончить данный эксперимент, потому что понятно, что нужно, во-первых, немножко перенастроить прицел, наверное, здесь поправку взять. Я думаю, нужно просто отнести мишень на дальшее расстояние, на большую. Да, сейчас попробуем отнести мишень. Какую бы дистанцию брать? Сразу поставим на 65? Ну, конечно, что нам париться-то. Ну, давай на 65 поставим. Попробуем на 65. Тогда оставим вот эту мишень или другую прикрепим. Давай эту оставим, еще постреляем люменами на 65 метров, да? Поставим, что получится, сменим мишень уже и будем стрелять Контарева. Принято. Тогда тащи мишень на 65. Так, перенесли мы мишень дальше. Теперь она на расстоянии примерно 65 метров стоит. Сделаем то же самое. То есть, 6 выстрелов пули Лимон на порохе Сунар-42. И 6 выстрелов на порохе Сунар-35. Поехали. И третья, наверное, мимо. Наушники. Так, ну, на 65 метрах, конечно, Результат похуже. Вот. Но в какой-то мере старая тенденция сохраняется. То есть, вот попадания пришлись здесь, здесь, здесь. Вот это я сдернул. Точнее, уже понимал, что промахнусь, но как-то рефлекторно все-таки нажал на спуск и пуля улетела. Ну, эту не считаем дырку. Вот остальные же все попали бы сюда. Четыре попадания мы нашли из шести. Из пяти, да? Из пяти. Четыре из пяти. Одна, видимо, ушла куда-то выше, я так полагаю. Ну, судя по логике попадания, она должна была уйти выше. Точно ушли ниже. Сейчас попробуем 35-м. И на этом с Лимоном на сегодня закончим. Сейчас сделаем еще шесть выстрелов. Патроны снаряжены пулей Лимон на порохе Сунар 35. Ну, ты, если готов, стреляй. Я готов, то буду. Понял. Пробил. Третье. Третье. Зачем. Зачем. Зачем готов. Умеются проворот прицела. Так, что у нас произошло? После 20 выстрелов Ослабились болты крепления Прицела в кроне И прицел провернулся Сейчас мы выставим его на исходную позицию И затянем О, болты Как будто бы и не закручены были Да, вот такая ситуация При стрельбе 12-м калибром То есть нужно постоянно бдить И иметь с собой ключи Да, иметь ключи, постоянно смотреть на болты Потому что могут выкрутиться И можете потерять минимум болты А максимум сам прицел На болты смотреть не надо, но затяжку проверять стоит Так, поправим прицел Пробуем три выстрела С Унаром 35-м Лиман 65 метров Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...